Село Ленинское Ламединского района. Здесь будет в скором времени располагаться торгово-логистический городок. На его возведение отводится 700 гектаров земли. Здесь будет не только торговые центры, но и школы, детские сады, больницы. Строительство будет завершено через 4 года. На его реализацию направят более 4 миллиардов долларов. А еще здесь возведут более миллиона квадратных метров жилья, многоэтажные дома, часть квартир которых будет отдано под ипотечное аккредитование. Под масштабное строительство сегодня была заложена капсула. Реализацией проекта занимаются китайские инвесторы. Строительство будет вестись в 6 этапов. На первый этап строительства торгово-логистического центра выделено 700 миллионов долларов. В нем будут размещены около 30 тысяч торговых точек. Сегодня мы являемся свидетелями важного события, значительного шага в направлении экономического будущего нашей страны. Мы собрались на торжественную церемонию закладки капсулы времени в рамках инвестиционно-строительного проекта торгово-логистического города Монас. На сегодняшний день все мы осознаем возросшую значимость торговли и тот факт, что торговля является основой рыночной экономики, а логистика – ключевым элементом современной экономической системы. Мы приступаем к реализации крупного проекта, не просто строительству торгово-логистического центра, а целого городка. Я убежден, что создание такого комплекса внесет значительный вклад в расширение региональных и международных торговых связей, создание новых рабочих мест, а также улучшение условий для экспорта продукции. Торговая логистика является одним из приоритетных направлений для Кыргызстана и Китая. Этот городок в будущем можно будет сравнить с крупнейшими морскими портами по своей значимости и функциям. Только торговля будет сухопутная, а выход к морю обеспечит железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Когда мы строим железную дорогу, конечно, нужно строить очень много хороших рынков и, как сказать, скоростные и локтические центры. Потому что товары и тут, они должны где-то реализовать эти товары. И как раз мы строим. Местность тоже выбрана не случайно. В рамках реализации проекта будут отремонтированы основные дороги, соединяющие город. Здесь мы находимся в центре между... С другой стороны у нас находится граница Казахстана, с другой стороны наш самый большой рынок Дордой. И это место находится вблизи магистральных дорог, международной дороги Алматинской трассы и 15 километров до международного аэропорта Манас. Ожидается, что работой здесь будет обеспечено более 200 тысяч человек, что отчасти может решить вопросы трудовой миграции. В этом городе мы по условиям 90% должны работать наши кыргызские граждане. Самая главная цель мы должны достичь, чтобы все, как Казахстан, мы хотим сделать транзитную страну, чтобы все торговые отношения проходили через нашу республику. Чтобы здесь и в китайскую сторону мы должны отправлять товары, и отсюда должны уходить другие страны, это Европа, Центральная Азия и дальше Африку. Проектом предусматривается строительство объектов городской инфраструктуры, таких как очистные и энергетические станции, станции связи, противопожарный пункт. Все это обеспечит полную автономию от коммунальных служб столицы. Надежда Усова, Чингис Дюмагулов, Аллато 24.